Таксоплазмоз это паразитарное заболевание, которое вызывается простейшим микроорганизмом таксоплазмой. Наибольшую опасность таксоплазмоз представляет для беременных женщин, потому что таксоплазма имеет свойство проникать через плацентарный барьер, и если беременная женщина заболеет, особенно это опасно в первой половине беременности, то может это заболевание вызвать либо нарушение в развитии плода, то есть ребенок может родиться с дефектами, больной, либо может не родиться вовсе. Поэтому очень важно соблюдать меры профилактики и вообще знать больше об этом заболевании. Об этом я вам сегодня и расскажу. Таксоплазмозом болеют многие виды животных, но в первую очередь для нас актуально это кошки, потому что кошек держат многие люди и слышали, что таксоплазмоз это то, что передается от кошек. И это совершенно верно. Как происходит передача? Кошки выделяют во внешнюю среду скалом цисты. Цисты это и есть возбудитель таксоплазмоза. Кошка может внешне никак не проявлять и не показывать, что она является носителем в данный момент. Кошка может быть абсолютно на вид здорова, может быть даже привита, потому что в комплексную вакцинацию, которую делают ежегодно, таксоплазмоз не входит. И кошка может совершенно спокойно выделять возбудителя во внешнюю среду с фекалиями. Как же происходит заражение? Для того, чтобы человек заболел, нужно, чтобы он каким-то образом эти цисты проглотил. Самый вероятный путь это когда убираете за кошкой лоток и потом, например, не помыли руки и что-то съели. Поэтому основная рекомендация, профилактика это соблюдать правила личной гигиены, обязательно мыть руки после общения с кошкой или уборкой лотка. Но есть и хорошая новость. Дело в том, что больше чем у половины людей уже есть иммунитет к таксоплазмозу. Если у вас в детстве раньше были кошки, вы общались с ними, возможно, вы уже переболели таксоплазмозом и у вас есть иммунитет. Дело в том, что это переболевание проходит практически бессимптомно и вы просто могли ничего не заметить, но при этом у вас в организме сформировался иммунитет, который защищает и вас, и вашего будущего ребенка. Поэтому я советую перед тем, как планировать беременность, обязательно заранее сдайте анализ крови и убедитесь, есть у вас этот иммунитет или нет. И если окажется так, что иммунитет у вас уже есть, то вам нечего бояться. А если иммунитета вдруг не окажется, вы будете готовы и будете соблюдать осторожность.